Это окраина Питера или что это? Ну, вообще-то 10 километров. Но это Пушкинский район. Пушкинский, ага. Раньше Пушкин это была область. Сейчас это просто Пушкинский, один из районов Санкт-Петербурга. Это город. Считается. Город Пушкин, это было... А как же этот самый... Петродворец. Это была область Петродворец. Сейчас это Петродворцовый район. Ломоносовский район. А? А что сейчас? Почетным и нечетным. А-а-а. С одной стороны, в один день справа нельзя, в другой, в лево. Блин, где тут приткнуться-то? Тут выезды. Ну, вот, видишь, как. Ну, что ж, придется. А вот тут, вот тут. А так тут можно... А платной нет стоянки тут? Гаечников там нет. Хорошо, вы знаете. Это лицей. Здесь учился Пушкин. Здесь экскурсии. Это Катикариинский дворец. Мы берем билеты. В кассу пойдем. Вон, какая красота. Это там, во дворце уже продают, да, билеты? Красивый Катикариинский дворец. Только очередь сюда очень большая в билете. Вот она стоять, надо, часа четыре, если так. Парк тут такой большой, красивый. Вообще шикарно все. Великолепие дворцов и парков парадной летней императорской резиденции прославило его на весь мир. На протяжении нескольких столетий формировался блистательный дворцово-парковый ансамбль. Его создание напрямую зависело от личных пристрастий и просто капризов августейших владельцев. Фантазии императоров притворяли в жизнь талантливые архитекторы, инженеры, садовники. Начало 18 века в России это еще и время создания регулярных садов и парков. Это модное увлечение не миновало и царское село. Во время закладки дворцового комплекса при Екатерине Первой фруктовый сад был спланирован садовыми мастерами Розеном и Фохтом в голландском стиле. Садовые мастера искусно превращали аллеи в зеленые галереи под открытым небом. Ближе к дворцу по строгой системе располагалась декоративная парковая скульптура, вычурные беседки, галереи, трильяжи и баскеты, искусственные водоемы. В дальней части разведен был плодовый сад. В дальней части разведен был плодовый сад. Вот мы гуляем в парке, это два озера, одно с правой стороны, это с левой стороны. Всё идеально подстрижено. Очень красивые клумбы, всё очень чисто, ухоженно. Очень красивый парк, всё подстрижено. Огромные лиственницы. Теперь камеру. Спасибо. 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 Парк шикарный. Паркцы такие. Эрмитаж. Это называется? Это называется Эрмитаж. Тут что, картина? Паркцы. 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 владельца усадьбы. Особенностью Эрмитажей была полная изоляция гостей, присутствовавших в зале второго этажа. Поэтому павильоны окружали каналами с подъемными мостами, а специальные подъемные механизмы поднимали и кресла гостя, и почти волшебным образом пять прекрасно сервированных обеденных столов на 35 человек, отдельные блюда и столовые приборы. Когда трапеза заканчивалась, столы опускались, и обеденный зал превращался в танцевальный. Строительством этого павильона руководил изначально Александр Квасов, продолжил работу Савва Чивакинский. Но в середине 18 века Франческо Бартоломео Растрелли перестроил здание и дополнил его статуями, вазами и лепными украшениями. Павильон Эрмитаж предстает перед нами в центре площадки, вымощенной черными и белыми мраморными плитами, как гордая царственная фигура на пустой шахматной доске. В центре здания – купольный зал. По сторонам четыре кабинета, роскошно украшенные позолоченной лепниной и живописными плафонами. Это вообще что-то, сказка и песня. А чего красивые дворцы? Просто чудо. Куда торопитесь? Куда торопитесь? Куда торопитесь? Куда торопитесь? Куда торопитесь? 11 июля 12 часов дня парк в царском селе Пушкин 12 июля 12 июля 12 лет недалеко какая-то мечеть минореты видим маленькие Вот как замок В 1773-1777 годах на берегу Большого пруда, на месте старого шлюпочного сарая, по проекту архитектора Василия Ньолова, строится адмиралтейство. Это целый комплекс, в который входят три павильона. В нижнем этаже центрального корпуса хранились шлюпки, которые использовали придворные для катания по Большому пруду. Поэтому здание и получили название адмиралтейство. Боковые павильоны служили птичниками. Стрельчатые окна, зубчатые башенки, все эти элементы английской готики придают этому сооружению удивительное своеобразие. Несмотря на причудливые формы, корпуса адмиралтейства имели и сугубо утилитарное назначение. Во время катания по озеру Екатерины Великой в зале центрального корпуса, на стенах которого развесили 166 раскрашенных английских гравюр, играл оркестр. На острове посреди Большого пруда еще в 20-х годах 18 века была поставлена деревянная галерея. В 40-х годах 18 века Савва Чевакинский и Растрелли построили павильон в формах пышного барокко, получивший название «Зал на острову». Впоследствии его неоднократно перестраивали. При Екатерине работами руководил Джакомо Кваренге, затем зал реконструировал Василий Стасов. Зал предназначался для концертов и отдыха, качающейся на лодках публики. Еще одно свидетельство славы русских моряков – Чесменская колонна. Растральную колонну воздвигли по приказу Екатерины II в честь побед русского флота под командованием графа Алексея Орлова, одержанных в 1770 году и подорвавших морское владычество Турции. Чесменская колонна была сооружена по проекту выдающегося архитектора 18 века Антонио Ринальди и установлена в 1774-78 годах на Большом пруду Екатерининского парка. При возведении колонны был использован местный оланецкий мрамор серого, белорозового и красного цветов. Вверху колонны бронзовый орел попирает полумесяц, символизируя полную победу русского оружия. На пьедестале колонны прикреплены три бронзовых барельефа, на которых запечатлены исторические моменты морских сражений – Хиоссского, Чесменского и Митиленского. Во время Великой Отечественной войны Чесменская колонна сильно пострадала. Бронзовые барельефы, выполненные по проекту скульптора Шварца, были утрачены. Только в 1996 году, к 300-летию военно-морского флота России, воссозданные барельефы заняли свои места на постаменте. Кроме – отчетание врачи, тем более 200 лет назад, это break teacher. Вот сюда перейти. Субтитры делал DimaTorzok С началом эпохи классицизма на смену регулярным паркам приходят пейзажные. В 70-е годы 18-го столетия, по желанию императрицы Екатерины, под руководством архитектора Василия Неелова и садовых мастеров Ильина и Буша, проводятся огромные работы по формированию пейзажного парка. Регулярный и пейзажный парк соединяются в единый ансамбль. Центром новой композиции становится Большой пруд. Характерной постройкой в регулярном парке был грот, который ставили у воды. В царском селе в 50-е годы 18-го века работами по возведению этого павильона руководил Франческо Бартоломео Растрелли. Центром нового композиции Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Существовавшая с конца XIX века перед гротом небольшая пристань, серьезно пострадала в годы Великой Отечественной войны и была отреставрирована в 1972 году. Ну, я тебе скажу, что многие богатые олигархи в России, у них не хуже. У них и сейчас не хуже. Очередь в кассы для осмотра комнаты. Отметку прошли ожидания 2 часа. Винтарная комната. В дворце в Кушкино или Царское село называется. Вон, какая очередь мы такую выстояли. Сколько людей. По кругу идем, идем, идем. Ну, уже совсем близко. Мы придем. Я уже близко подошла. Смотри, как видная уже мне. А начиналось все с легкой руки первого российского императора Петра Великого. В начале 18 века русские войска отбили у шведов земли, еще 200 лет назад входившие в состав земель Великого Новгорода. Щедрый на подарки для любимцев Петр I, часть этих земель в 1707 году, подарил Александру Меньшикову. В его владении оказалась и небольшая усадьба, которая по-фински называлась Сааримойс. Русские называли ее Саарской мызой. Правда, через год царь передарил мызу своей супруге Екатерине Алексеевне, в 1712 году построившей здесь деревянный дворец со скотным двором и птичниками. Строительство двухэтажных каменных палат напротив самой средины разбитого уже тогда на верхней террасе сада Екатерина Алексеевна в 1718 году поручила архитектору Браунштейну. Отделка дворца в любимом царем голландском стиле была закончена в 1724 году, а 9 августа этого же года состоялось торжество, на котором присутствовал государь-император и весь двор. После смерти матери в 1728 году усадьбу унаследовала царевна Елизавета Петровна. Саарская мыза стала именоваться постепенно Саарским селом, а повоцарение императрицы Елизаветы Петровны с началом строительства Большого дворца превратилось в собственную летнюю резиденцию Царское село. На все эти сооружения в ее царствовании была израсходована огромная для того времени сумма в миллион двести тысяч рублей. Екатерина II также часто жила в Саарском селе и много сделала для украшения дворца и парка. Екатерининский дворец Дворец обязан трем императрицам – Екатерине I, Елизавете Петровне и Екатерине II, которым дворец принадлежал в XVIII веке, строившим и расширявшим дворец, возводившим множество павильонов и служебных зданий, разбившим пять парков. Над созданием дворца работали многие замечательные архитекторы. Но ведущая роль в создании архитектурного образа принадлежит виртуозу барокко Франческо Бартоломео Растрелли. В 50-х годах XVIII века он перестраивает Екатерининский дворец в грандиозный ансамбль с торжественным и пышным фасадом длиною более 300 метров. На строительстве работало одновременно до двух тысяч человек. Фасад Екатерининского дворца, построенный на световых эффектах и декоративных контрастах, характерных для стиля барокко, поражал современников своим великолепием. Дворец с белоснежными колоннами и золоченым орнаментом выглядел особенно празднично и величественно. На позолоту наружных и внутренних украшений пошло около 100 килограммов червонного золота. Все это должно было произвести должное впечатление и внушить глубокое почтение к российской державе еще при приближении к самому дворцу. Посетителя настраивал на торжественный лад парадный двор, вход в который украшают величественные золоченые ворота с короной и гербом Российской империи. Парадная лестница занимает весь центральный объем Екатерининского дворца и освещается с востока и запада тремя ярусами окон. С двух сторон поднимаются белые мраморные ступени до средней площадки и ведут на второй этаж к роскошным парадным залам. Лестница выстроена архитектором Ипполитом Манегетти в формах Растреллиевского барокко спустя 100 лет после создания дворца. Главный зал Екатерининского дворца предназначен для больших приемов, балов, концертов, дипломатических и военных церемоний. Площадь его составляет 860 квадратных метров. Неукротимая фантазия Растрелли превратила его в подлинный шедевр. Зал поражает великолепным декоративным убранством. Золоченая деревянная резьба окружает сотни скульптур. Над ними простирается огромный перспективный плафон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По вечерам светильники оживляли неподвижные скульптуры, игрой светотени. Огромное пространство в это время становилось совершенно фантастическим. После войны реставраторы воссоздали утраченные детали золоченой резьбы и живописный плафон. Продолжение следует... Продолжение следует... Рядом с большим залом находится кавалерская столовая. Установлены в центре банкетный стол в виде буквы Е наследие любимицы Лейб-гвардии императрицы Елизаветы Петровны. Так называемые орденские сервизы были изготовлены в царствование Екатерины Великой, также неравнодушны гвардийским мундиром. Украшенные знаками и лентами российских орденов, обеденные приборы со второй половины 18 века предназначались для парадных приемов в дни торжественных полковых и орденских праздников. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Янтарная комната. К судьбе восьмого чуда света, связанного с драматическими событиями и тайнами, оказались причастными прусские короли и российские императоры, архитекторы и художники, вожди Третьего Рейха и советские лидеры, меценаты и бизнесмены, кладоискатели и видные ученые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Янтарную комнату неоднократно переносили с места на место, ее не один раз подправляли, восстанавливали и при установке в Екатерининском дворце доделали панно. В комнате демонстрировали шкатулки, шахматы и другие предметы из резного янтаря. По стенам в пышных резных янтарных рамах мозаичные аллегорические картины, изображающие человеческие чувства. В связи с быстрым наступлением немецких войск в августе 1941 года, убранство янтарной комнаты не удалось эвакуировать. В 1943 году она была вывезена в Кёнигсберг, где в конце войны следы ее окончательно потерялись. После 30 лет поисков было решено восстановить утерянный шедевр. К трехсотлетию Петербурга янтарная комната вновь была открыта миру. Впрочем, поиски подлинника продолжаются. Тайна исчезновения восьмого чуда света до сих пор щекочет нервы многим исследователям. Картинный зал, или портретная. Здесь размещается великолепная коллекция живописи западноевропейских мастеров начала XVIII века. Основная ее часть была приобретена по распоряжению императрицы, дочери Петра I и Елизаветы Петровны. При оформлении зала Растрелли применяет традиционное для рококо декоративное решение, шпалерную развеску картин. Декоратор не учитывает ни сюжет картин, ни национальную принадлежность авторов. Значение имеет лишь размер, симметрия и цветовая гамма. Благодаря этому нашему взору предстает большой красочный ковер, в котором картины отделены друг от друга лишь узким золотым багетом. Почти вся эта коллекция во время Второй мировой войны была сохранена. Парадный или мраморный кабинет. В эпоху царствования императора Александра I оформляются новые интерьеры, но уже под влиянием господствовавшего в это время ампира. Парадный кабинет императора, строгая отделка которого отвечала его вкусу, создан по проекту архитектора Василия Стасова. Несмотря на кажущаяся лаконичность, продолжает восхищать и удивлять эффектными архитектурными приемами, сочетанием красного дерева и малахита. Облицованные дивным розовым искусственным мрамором стены дали кабинету второе название – мраморный. Кабинет входил в состав личных апартаментов императора. 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 Кабинет ходил в состав личных апартаментов императора.